25 февраля единый день голосования, когда мы будем выбирать депутатов местных советов и палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Избирательная кампания набирает обороты. В Пинске состоялись очередные заседания окружной и городской избирательных комиссий. На повестку дня заседания Пинской городской избирательной комиссии был вынесен вопрос о регистрации кандидатов депутаты Пинского городского совета депутатов 29-го созыва. В установленные сроки в комиссию были поданы документы от 60 человек, готовых баллотироваться в местный совет. Все документы проверила Пинская городская избирательная комиссия на соответствии избирательному кодексу. Все документы соответствуют, все подано было вовремя. Поэтому решением Пинской городской избирательной комиссии все лица, подавшие документы кандидатами в депутаты Пинского городского совета депутатов 29-го созыва, зарегистрированы. Теперь все 60 кандидатов начнут активную агитационную работу, чтобы занять кресло депутата Пинского городского совета. По итогам выборов в его состав должны войти 30 человек. Агитационная работа предстоит и кандидатам в депутаты Брестского областного совета и палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Окружная избирательная комиссия номер 14 на своем заседании также приняла решение о регистрации кандидатов в облсовет и парламент страны. Среди поданных документов всеми представителями, кто хотел баллотироваться, нарушений не выявлено. И все, кто подал свои документы, были зарегистрированы кандидатами в депутаты, как в Палату представителей, так и в Брестский областной совет депутатов. В Палату представителей Национального собрания Беларуси зарегистрировано два кандидата. Директор Пинского индустриально-педагогического колледжа Сергей Дубновицкий и действующий депутат Александр Амельянюк. На заседании комиссии им были вручены соответствующие удостоверения кандидатов в депутаты. После 25 числа, когда состоится единый день голосования, лишь один из них получит мандат депутата. Среди трех округов в областной совет зарегистрировано шесть кандидатов, по два в каждом избирательном округе. Нам с вами предстоит избрать троих самых достойных пинчан, которые будут представлять наши интересы на областном уровне законодательной власти. Еще двоих депутатов предстоит выбрать на территорию окружной избирательной комиссии номер 15, которая расположена в Пинском районе и части города Пинска. Каждый кандидат в депутаты знает свои права и обязанности. Им разъяснено и объяснено, что нужно делать. В соответствии с законодательством им также предоставлено эфирное время бесплатно на областном радио и телевидении. Это для кандидатов в депутаты Палаты представителей. Им доведено время записи, дата и время выхода в эфир. Все в их руках теперь. Продолжение следует...